друзья мои всех приветствую всех приветствую сегодня с нами знаменитый доктор вы знаете инфекционист только голубовская которая просто лучше собеседника нельзя было подобрать если иметь ввиду тему каховки каховской трагедии но и не только эту тему конечно тем более мы очень давно с ольгой анатольевна не виделись здравствуйте ольга анатольевна здравствуйте дорогая наталья я очень рада вас видеть спасибо взаимно все взаимно ольга анатольевна ну вот начну знаете с чего начну с того что каховская гэс и взрыв там и вот эта экотрагедия да экоцит даже как говорят экологи это тема дня сегодня тема дня потому что всем страшно все понимают что просто знаете там вылилась вода она высохнет куда-то разойдется этим не обойдется и это конечно напрямую связано с так сказать с вашим профилем вот поскольку вы нам можете все рассказать итак ходят самые ольга дикие слухи чумаха лера другие инфекционные заболевания в связи с тем что произошло давайте вы нам сейчас стрезвы как доктор расскажете что произошло и вот по вашему профилю какие могут быть тут опасности ну понятно наталья да все мы в шоке трагедия колоссальная это трагедия на многие годы к сожалению и она не ограничится только как вы понимаете инфекционными болезнями инфекционные болезни о них много говорят я думаю потому что традиционно считают что мы хоть как-то можем на это повлиять и это действительно так хотя наши системы очень ослаблены мы с вами миллион раз об этом говорили я остаюсь при своем мнении что у нас были сильные системы они разрушены вот и конечно инфекционные болезни будут я сейчас скажу как и какие но к сожалению мы с вами понимаем это далеко не 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 единственная опасность потому что вода смывает все вода является универсальным растворителем да всего вообще уникальное такое образование вода да может в трех состояниях находиться это захоронение кладбища это токсические вещества емкости с токсическими веществами это пестициды всевозможные все это вне контролируемой количестве попадает размывается всасывается в почву и так далее то есть эта территория насколько я могу понимать она вообще не просто не будет не приспособлена к жизни определенное количество лет поэтому кстати сказать я хочу ну свое мнение высказать людям которые там живут вы знаете я всегда знаю что и не люблю давать советы потому что советы гораздо легче давать чем им пользоваться и люди мы с вами живем состоянии войны уже два года да там сколько уже скоро будет да и конечно меняется да и психология человека люди находятся в стрессе многие там кого-то потеряли многих там воюют люди но тем не менее я бы все-таки советовала людям по возможности эвакуироваться потому что я знаю что многие отказываются нам некуда ехать и так далее я очень надеюсь что все таки мы получим какую-то международную помощь я думаю я надеюсь и я думаю что государство будет помогать насколько он может помогать и да это понятное дело но тем не менее лучше все таки позаботиться о себе потому что к сожалению это очень и очень надолго и ситуация может быть сейчас лето видите лето с одной стороны ну нельзя же да так говорить что когда лучше это плохо в любом случае если было бы зима было бы наверное еще хуже катастрофа в качестве людских жизней пуша все просто замерзли да и все в этой воде так а лето это прекрасная водный путь передачи он один из самых для кишечных инфекций сопряженных с ними заболевания он очень эффективный этот водный путь передачи и очень быстрый и в принципе да на пути передачи мы ж можем влиять но когда мы можем влиять мы можем влиять когда плюс минус нормальная обстановка социальная а войны всегда сопровождают до инфекционные заболевания вот вот например я вспоминаю недавно да тоже я писала об этом времени во время боевых действий да была очень большая вспышка холеры которая тоже унесла очень очень много жизни когда на гаите было вот это землетрясение и наводнение все на свете тоже самое там просто невозможно в этих условиях организовать нормально как положено вот этот каскад противоэпидемических мероприятий поэтому ситуация к сожалению выходит из-под контроля мы на очень надеемся у меня там есть контакты кое-какие мне звонили доктора и говорили что в принципе что касается клиники аж клиницист вы знаете я всегда придерживалась и при к виде такого мнения что когда уже идет распространение заболевания мы ничего сделать не можем сдержать не можем надо нам надо концентрироваться на лечении но прежде чем концентрироваться на лечении нам надо своевременная диагностика диагностика то есть весь эпид надзор эпидемиологический надзор начинается с диагнозом если врач не поставить диагноз не будет никакого надзора поэтому ресурс есть мы сейчас работаем наша ассоциация работает над нормативными документами я там уже несколько коллекций прочитала и кстати сказать когда начались боевые действия мы провели целый курс семинаров инфекционные болезни войны и все говорили про эти же заболевания которые мы сейчас ожидаем как бы вспышки но понимаете все говорится когда она абстрактно говорится но это человеческий фактор человек никогда не видел этой болезни и у него нет у нас же настороженность у инфекционистов настороженность и мы выросли на таких школах инфекционных где и наши системы какие были да у нас инфекции все отдельно у нас нет вот этих общих приемных отделений где все на свете роды переломы проломанная там голова еще что-то и приходит кто-то с инфекционной болезнью у нас кого не было у нас любое подозрение на инфекционное заболевание человека уже не пустят в общественное место я уже не говорю в какое-то приемное отделение больницы понимаете поэтому но когда вот что-то случается и становится и становится вопрос диагноза ну надо просто повышать вот эту грамотность врачей в этом направлении у нас есть ресурс у нас есть нормативные документы так называемое определение случая просто сейчас нужно говорить что если человек попадает под определение случая надо выставлять диагноз и все пусть он не подтвердится это будет лучше чем пропустить первые случаи потому что локализовать можно попытаться только первые случаи когда уже все горит там ничего нельзя сделать и нам естественно идет эпидемический процесс и все а были какие то уже первые случаи ульбина тульна но пока ситуация я сразу хочу сказать что информации в общественном не будет большой информации и это вы знаете это правильно вот в данной ситуации в какой мы находимся я считаю это ну правильно потому что ну люди же не могут оценить степень а все равно будут возводить гиперполитизировать что-то даже если один два случая а еще любят такие политики вмешаться обязательно в наш инфекционный вопрос инфекционные болезни очень заполитизированы всегда и обязательно еще будут вот это поэтому но пока что я единственно что могу сказать пока что у меня нет информации конечно есть какие то уже понятно там ведь заболевания разные да первое что мы ожидаем это кишечные понятные инфекции с коротким инкубационным периодом они пойдут первые как мы все привыкли там сальмонеллезы пиши пищевые разные ботулисты да совершенно верно ну и то там в том случае если человек ботулистом так слава богу нельзя заразиться это надо постараться например вяленую рыбу там еще что то потому что этот ботулотоксин он в на открытом воздухе он не вырабатывает возбудитель находится везде везде он называется убиквитарный но он может синтезировать токсин а мы инфицируемся только токсином только в так называемых строгих анаэробных условиях где полностью нет доступа кислорода вот а вот там тип аппаратифозные чуть позже лептоспирозы грибковые инфекции ирсиниозы кампилобактериозы очень 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 немного разных возбудителей но таких вот которые у нас же инфекционной патологии есть понятие заболевания регулируемые международными медико-санитарными правилами то есть если вспышка возникает в любой стране мы должны рапортировать на глобальный уровень вот потому что они имеют потенциальную опасность для международного распространения вот это конечно вот и здесь очень важно я повторяюсь именно первые случаи потому что это как раз ну и мне качество работы системы понимаете определяется и так далее поэтому по крайней мере ситуация чего ольга чего категорически нельзя сейчас делать потому что лучше предупредить людей да кто так сказать информирован тот вооружен но первое вы сделали предупреждение о том что лучше эвакуироваться из вот оттуда с херсона с юга до скаховки и так далее вот с этих мест это первое номер один кто может кто может должны уехать все остальные скажите кто остался чего не могут категорически делать о чем должны понимать ну и какие опасности из людей которые живут на других территориях потому что я так понимаю что ну скажем вот многие сейчас вопросы вот питьевая вода где она может так сказать где могут уже не просоединен там ну и все остальное ну я не думаю что вот питьевая вода так распространится там на всю территорию но вот там ниже по руслу конечно все будет заражено все ниже по руслу и конечно же вы правильно говорите самое первое я уже сказала что нужно понимать всем людям живущих той агломерации что безопасная вода это сейчас для них самое главное чтобы понимаете опять таки говорю что где в эпицентре люди находятся где там это понятно практически невозможно люди пьют воду только потому что у меня не могут ничего они ее никак обезопасить не могут понимаете ему би умереть от обезвоживания им не хочется тоже не эту воду буду принимать во всех остальных случаях нужно полностью соблюдать режим безопасной воды об обязательно то есть усилить санитарно и вот эти гигиенические мероприятия мытье рук разделывание вот этих пищевых продуктов знаете там курица это все чтобы если никто не обращал раньше внимания сейчас надо очень как бы усилить эти моменты дезинфекция в том числе и рук потому что кишечные инфекции вы знаете когда строили пирамиды интересный такой исторический факт не было повальных хотя там все везде по миру было в египте а там не было эпидемии холеры знаете почему один только несколько таких ключевых моментов потому что параоны там вот эту только кипяченую воду пили люди строители которые исключительно кипяченую воду больше никакую и переодевались в чистую одежду очень часто и все то есть прервать вот эти вот тех у кого нет возможности пить бутылированную воду ну то есть да там из магазина она тоже если она открыта она не должна стоять более суток она уже не может считаться безопасной понимаете тоже надо ну усилить все эти жары кипятить кипятить зараживать да ну и я еще раз говорю это вроде бы легко и просто для нас с вами а сделать это в очаге бывает очень и очень сложно здесь надо вплоть до того населению раздавать наверное таблетки для обеззараживания воды же и такие есть и все но я думаю что работают мчс и все эти вопросы те которые на которые мы можем повлиять они как бы будут обговаривать люди должны понимать что вода смывает действительно все и все эти выгребные ямы и кладбище и свалки участки это все сейчас в воде да 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 к сожалению да и длительное время оно не высохнет так очень быстро совершенно да вот и конечно это это трагедия я повторяю не на один год к большому сожалению уже видели что делается да вот на морском побережье когда приплывают диваны туда крыши домов приплывают на побережье в одессе у людей это ужас смывается все и химикаты смываются все смывается ботулизм и как я понимаю да там как вы говорите что лептоспироз и ботулизм там более должны должны сойти вот тут я же говорю там опять таки надо соблюдать обычная как мы рекомендуем да такие очень много умершей рыбы очень много умершей рыбы нужно ни в коем случае как я понимаю совершенно верно да конечно а то так чуть-чуть присолили посолили да здесь конечно вот в этой ситуации она может быть да ну к сожалению все что угодно может быть и сибирская язва и все что хотите но они а дикие животные как с этим они же тоже там пьют воду из источников и так далее но сколько полу умерла тоже диких животных но умерли умерла я же говорю и кладбище размывается все размывается все смывается но ничего мы с этим сделать не можем это такая экологическая она поэтому и называется катастрофа катастрофе нельзя что не что-либо в любой катастрофе нельзя сделать так чтобы все выжили или что то же только минимизировать какие-то риски а для этого их надо оценить для того чтобы оценить риски должны собраться и проговорить все люди вот все даже те которые химической промышленностью занимаются те которые понимают как эти устья реки через чем они там соединяются там же шиши озера какие-то еще что-то все это нужно экологов конечно представители бизнеса большого изучить местность и вообще идеально дать рекомендации для каждой конкретной местности вот и все по инфекциям мы дадим рекомендации насколько это возможно я вы знаете всегда сетовала на то что мы отказались от стандартизации медицинской помощи вот она должна быть в стране надо иметь нормативный документ по любому заболеванию но если уже нельзя по каким-то политическим причинам по любому заболеванию то надо иметь хотя бы по тем болезням которые регламентируются международными медико-санитарными правилами вообще инфекционным болезням которые склонны к быстрому распространению потому что понимаете нормативный документ когда есть страны не просто вот врачу дали сайт какой-то он там читает тот сайт на английском языке а ну они все заняты они в ними ну это невозможно то это ни одна страна так не работает а нормативный документ страны они вынуждены хотят и не хотят они вынуждены исследовать ему читать его а мы же нормативные документы готовим адаптируя его под свои условия вот если у нас нету например возможности каких-то диагностических мы и не пишем нормативный документ а то они там прочитают какую-то эзотическую реакцию буду думать а где ее сделать вообще у нас стране мы пишем что вместо этого сделать ну работа государством должна быть органа то лина вот и президент говорил об этом и многие другие пишут о том что практически не то чтобы не было но очень слабая реакция общественных организаций говорят что там слабая организация реакция он других организаций вот это медицинское сообщество как-то отреагировал на то что произошло предложил свою помощь может быть еще что-то вы имеете ввиду украинская медицинская не не международная украинская находится в ситуации форс-мажора да как бы сегодня медикам украинским непросто я имею ввиду что произошла катастрофа обычно таких случаях там начинают звонить говорить мы готовы приехать мы готовы дать вот такие медикаменты мы готовы дать какие-то лаборатории для того чтобы как-то это локализовывать все что вашу вы знаете у меня таких данных нет я единственно справедливости ради хочу сказать что когда случилась у нас война то мы вместе со всемирной организации здравоохранения сделали совместный с нашей ассоциацией инфекционистов прогноз по поводу этих болезней анализировали все это и передали в нужные инстанции и так далее сейчас честно говоря я не заметила такой и тогда стоял вопрос да что они передадут нам в том числе киты такие готовые для лечения той же холеры и диарейных заболеваний ну холера холера конечно больше всего мы не дай бог конечно боимся вот сейчас я не заметила но по моему вы знаете я даже у себя фейсбуке написала что кого-то это еще удивляет вообще-то я честно говоря уже давным-давно ничему не удивляюсь почему надо только на себя вот почему я за сильные системы особенно против инфекционной защиты все потому что рассчитывать надо исключительно на себя и в принципе у нас и ресурс если вот для этого точно есть ресурс потому что как показала коронавирусная болезнь оказывается для оказания прошу прощения мне тут открывается окно что для оказания массовой медицинской помощи да не надо сверх дорогих больниц не надо пэд-катэ не надо каких-то новомодных исследований страшно дорогих операционных и так далее правда же нужен протокол нужен доктор грамотный медперсонал чтобы ухаживать за больным элементарная лаборатория вот как раз ресурс для противодействия инфекционным болезням у нас у нас он есть и здесь надо быть сильными в этом вопросе у никто вам не даст никакую помощь для того чтобы дать помощь во первых нужно знать как вам сказать вот нам эпидемиологи писали все прогнозы они нам и писали вот шоу нас есть чего у нас нет что нам надо где подтянуть где попросить у кого-то где-то купить что вот а сейчас же никто не делает этих прогнозов эпидемиологических таких только все на личных знаете каких-то вот там кто-то из эпидемиологов таких ключевых там личный прогноз там сделает но правда я еще раз хочу отметить работу рнбо я вообще считаю искренне абсолютно вы меня знаете я просто так не буду говорить что они просто ключевую роль сыграли и в коронавирусе они подтянули всех специалистов они нам прислушивались и мышь ничего плохого и не делали собственно говоря но оказывается даже для того чтобы сделать нормальные вещи для людей это же вопросы вашей жизни и смерти оказывается надо такие сверхусилия потому что идет кое-то сопротивление вы же помните с этими протоколами с этим ремдосевиром что только я не выдержала в сми и везде воз не признает препарат спасает жизни сейчас уже весь мир признал но извините куда дети этих умерших на ровном месте людей так вот чтобы этого не было есть наши специалисты вышла ошибаться могут все международные инстанции тоже и вот значит нужно прислушиваться к своим специалистам если они логично о чем-то говорят и говорят вещи которые собственно говоря ну элементарно логичные и правильные вот так я не говорите вы говорите что очень вас поддержал бы то есть вам не сложно если что-то нужно вы прям набираете господин ну я данилова нет не хочу я думаю у данилова хотя он тоже нам нас очень поддерживает я ему была очень благодарна даже выступал у нас на конференции инфицианистов но вы знаете они как раз у него есть люди которые отвечают за медицину и там несколько и любому можно позвонить и кстати сказать там у них работают из управленцы очень сильно вот реально хорошие мне очень жаль но это все политика я это понимаю но я как специалист я же не политик да мне очень жаль что периодически там где-то в сми даже сейчас начинаются кого-то они там начинают людей которые все-таки являются специалистами свое дело опять там снимать куда-то убирать куда-то это если человек работает если он устраивает специалистов если нормальный да у нас общение идет мы же ради общего дела это делаем мы же не делаем ради своих личных каких-то таких интересов правда это жизнь жизни человека вы понимаете что самое страшное в инфекционной патологии и вообще в медицине когда ты лечишь пациента и ты понимаешь что ты ничего сделать не можешь ну ничего вот я знаю позднее поступление еще что-то неважно ну это одна ситуация когда ты лечишь больного и тебе не дают что-то сделать для больного хотя ты знаешь что так надо лечить это совершенно как бы другая ситуация поэтому вот когда у нас умирают люди от потенциально предотвратимых состояний но врач нормальный не может с этим смириться понимаете у нас у врачей даже теряется инстинкт самосохранения потому что ты говоришь некоторые вещи да тебя потом могут эти вещи кому-то не нравятся понятно да власть имущим тебя за это там тоже но держать себя невозможно потому что ты приходишь на работу у тебя умирает на руках молодой человек который только по чьей-то дурости умер понимаете вот это очень страшно что получилось очень страшная вот эта ковидная ситуация и я просто даже не знаю что с этим всем делать если возникнет что-то новое а помимо этих наших локальных трагедии мы с вами знаем что в двадцать первом году всемирная организация здравоохранения генеральный директор госна всемирной ассамблеи заявил что нас ждет новая пандемия она будет сто процентов и обязательно как и при ковиде прогнозировали пандемию за три года за два года до ее начала ну и поэтому мы должны сами для себя уроки вынести сейчас мир эти уроки делает если что-то произойдет будем ну чтоб спасали хотя бы себя и своих близких очень много политики у нас наших в наших специальностях но кто может поднимать эти вопросы но только медики медики могут говорить о том что там политика нам мешает политика не должна вмешиваться но мы говорим но видите не знаю почему тенденции международные такие мы идем в этом русле международном каком-то когда я и вот еще раз я с кем бы я не общалась вот поверьте мне на всех уровнях ну абсолютно на всех и международных тоже вот все понимают что вот то что я говорю это правильно каким только я мои специалисты там все до врачи но вот какой-то тренд политический какой-то такой понимаете который ну я уже не буду в это вдаваться я не хочу там никакие теории эти развивать и все факт остается фактом мы на это повлиять ни на что не можем по моему уже мы с вами на что могли мы повлияли свое время что можно было только информационно я поэтому очень тепло я вас поздравляю с прошедшим праздником я вы знаете у меня вы знаете разные опыт есть журналисты там были на меня нападки я понимаю почему эти чисто политические были все но в целом оценивая ситуацию я действительно благодарна нашим украинским журналистам во первых за ваш профессионализм во вторых за то что я понимаю что на вас же там тоже давление всякие разные оказывались что вы тем не менее давали возможность хотя бы высказать свою точку зрения мы же ни на что не влияем но хотя бы сказать можно сказать если задача журналистов информировать общество помогать процессом вот даже вы знаете вот эта история с нашим написанием нашего протокола вспомню как начался к вид вы помните когда масса смертей сегодня на завтра масса масса смертей об этом много в эфирах тогда говорили да и ничего нет все покупают дыхательные аппараты ни лечения ничего и уже когда у нас умер молодой человек или я уже первый я уже не выдержала записала обращение виде обращения с клиники и отдала его журналистам у меня выхода уже другого не было понимаете я там сказала вы может полечим или мы будем сразу всех на ивл вообще можно хоть как-то и вот тогда в том числе благодаря рнбо благодаря помните степанову за два дня буквально нас протокол был уже готов мы с инфекционистами протокол сделали ассоциация но уже никому был не нужен и надо на государственном уровне решать вопрос поэтому вам спасибо и я думаю что по крайней мере я сейчас вы знаете тоже очень много теплых мне приятно что приходят люди там и все и даже вот те наши публикации фейсбуке и все они спасли оказывается не одну человеческую жизнь вот поэтому я не жалею что несмотря на все что пришлось потом информационном поле перенести я понимаю что помогло медицине помогло людям я понимаю что так нужно было так нужно было ничего не поделаешь за все нужно платить иногда нужно платить очень тяжелую ситуацию это правило происходит но вот у нас у нас осталось восемь минут до конца сессии я хочу вас спросить еще смотрите если какая-то динамика изменения инфекционного поля с начала войны почти полтора года да вот с вашей точки зрения как то что-то поменялось что-то где-то ухудшилось что-то улучшилось поменялось 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 я единственное могу сказать я не хочу многие вещи я не могу просто говорить хотя меня никто как бы мнение со мной там работы никто не проводил но я просто считаю знаете что касается войны вот знаете сейчас все обсуждают наступать или не наступать или что там происходит но это тишины требуют но люди добрые правда сейчас мир очень открыт это сделать сложно но я все-таки избегаю всегда найдутся люди понимаете которые воспользуются перевертят перед крутят вы же знаете информацию из еще больше вот это общество я хочу сказать изменилась ситуация но в тех районах там где идут боевые активные действия там есть некоторые изменения спектра инфекционной патологии вот на остальной там территории причинам того что много раненых что нельзя санитарию соблюдать так как вот если там в мирные действия грызуны миграция грызунов и все это ну конечно же это понятное дело и опять такие условия совершенно верно такие условия полевые условия там конечно спектр немножечко как бы поменялся и конечно большая проблема у нас но она и до этого была сейчас она просто это стало об этой проблеме тоже знают это проблема антибиотика резистентности конечно это уже речь касается боевых этих ран и всего остального это мировая вообще мировая как бы проблема но я думаю что она уже она уже серьезно чувствуется да ольга на тюрьmel сейчас чувствуется да это чувствуется я думаю что будет толчок для того чтобы сдвинуть с мертвой точки все таки этот вопрос потому что стратегия рациональной антибиотик терапии и это не только флешмоб антибиотик по рецепту и это не только антибиотик по рецепту сейчас как раз сейчас вы знаете слава богу что у нас еще есть ладейки как всегда в В нашей стране люди приспособились и могут так купить антибиотик. Потому что, ну куда? Ну вы ж видите, в Киеве тоже были такие вот ситуации. Там бомбят, там то, там все. Лишь бы до людей добежать, называется. Не то, что до врача. Многие не могли найти участковых своих, ну не участковых, семейных врачей, да. Ну до сил нет дойти. Послушайте. Вы, люди, просто люди не понимают, что происходит. У человека может быть такой стресс, что у него, вот когда бахает вот здесь вот вокруг, так, что 20-этажные дома подпрыгивают и двери открываются, везде окна вылетают. Но люди встать на ноги не могут, вы понимаете? От стресса, просто-напросто. От стресса. Куда еще бежать? В какую аптеку? Если отключается свет и с 25-го этажа он вообще, он уже там умрет на том этаже, но он не спустится, потому что он как подумает, как подняться на этот опять 25-й этаж без лифта. Это просто невозможно. Поэтому, ну, то такое дело. Я думаю, что, возвращаясь к этому вопросу, я думаю, что будут, как бы, ну, мы вынуждены будем сделать нормальную такую стратегию, потому что даже с ковидом с этим было видно, что с антибиотиками делалось. Стартуют с антибиотиков резерва, и все, два года ковида вполне достаточно, чтобы дожить до вот таких вот состояний, не очень приятных. Ну что ж, спасибо большое, Ольга Анатольевна. У нас осталось пару минут. Вам огромное спасибо за ваш труд. Огромное. Я для меня сейчас каждый врач, который работает в Украине, это герой. Просто каждый. И низкий поклон. И думаю, что не только от меня, а от всех людей, которые живут в Украине. Знаете, ну, вот все-таки, я говорю, вот страшные вещи, да, но смотрите, как все переоценили нашу медицину. А? Уже все? Конечно. Конечно. Я много раз об этом говорила, да. А сколько раз мы об этом говорили, что люди, по телевизору нельзя судить о медицине, и нельзя судить, потому что вы приехали, заплатили огромные деньги за путевку, приехали туда с медицинской страховкой, и вас там где-то хорошо приняли, где-то. Поэтому судить нельзя. Нужно судить, когда человек там живет. Потому что, вы знаете, последнее, Наталья, что мне не нравится сейчас, я уже слышу, оказывается, обучают наших докторов молодых, оказывается, что настоящая медицина, это трансплантология, онкология и так далее. Хотя настоящая медицина, это как раз предотвращение тех состояний, трансплантологии и всего остального. Понимаете? Вот, например, раннее лечение выявления гепатита С, вот мы сделали программу в свое время, приводит к тому, что человеку не надо будет трансплантация печени через 20 лет, там 15-20 лет. Но так же нельзя. Трансплантация кому-то может в жизни понадобиться, кому-то нет. Но человек каждый божий день встречается с состоянием, который или потенциальную опасность. А в нашей проблеме инфекционных болезней вообще временной фактор. Тут нельзя сидеть 3 дня. Здесь временной фактор. Нужно соблюдать. Раннее лечение, и все выздоравливают, если есть этиотропный препарат. Понимаете? Ну, вот такие вот перекосы, перегибы. Это в корне неправильно. И я надеюсь, что все-таки есть у нас меняемые доктора, и наши школы, сформированные наши школы формировались в условиях войн, в условиях голода бесконечного, революции. Они же на ровном месте возникли. Они были самыми сильными, и они были рассчитаны на всех людей, а не только на тех, у кого есть деньги. Ну да, медицина-катастрофа, она самая сильная, и поэтому, конечно же, разрушать это, ну, было бы преступно. Ольга Анатольевна, я надолго с вами не прощаюсь. Я надеюсь, что мы начинаем с вами цикл вот таких бесед о медицине, и что мы очень скоро, чтобы наши читатели знали, вернемся и дальше будем продолжать эти темы. Спасибо большое. Еще раз огромное вам спасибо. До встречи. До встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»